Привет! Сегодня я покажу тебе как сделать готическую архитектуру в Blender. Для этого мы будем использовать референс, который был сделан в нейросети. Конечно, это можно делать без референса, что гораздо сложнее, но это требует большого количества воображения. С нуля мы не будем делать всю конструкцию. Я покажу определенные приемы, как это сделать, чтобы добиться подобного результата. В результате мы получим вот такую готическую арку с довольно красивыми деталями. Тут еще можно внести правки на самом деле, но это не так и важно. Давайте приступим. У нас есть референс, по которому мы начинаем делать нашу арку. И, судя по референсу, она естественно круговая. Вот такого типа. Обозначаем границы нашей арки с помощью, с помощью круга, созданного на нужное нам количество вершин. То есть, как мы видим здесь угловатая колонна и, судя по граням, раз грань, два грань, три, четыре. Примерно виднеется четыре стороны. Но это не обязательно соблюдать. Поэтому, допустим, у нас есть круг на шесть граней. И все это дело, наверное, для удобства. Я сейчас перемещу в центр. Так, я убрал эту модельку и теперь можно приступить к построению колонн. Потому что колонны в данном референсе это основа. От них мы будем отталкиваться. Создаю круг на шесть вершин. Можно на референсе, если это четко видно, посчитать вершины и сделать в точности схожую колонну. Но на данном этапе я решил сделать со своим количеством вершин. Двигаем наш круг вниз. Например, очень условно делаем ширину колонны. У нас в колонне снизу небольшая полосочка на картинке. Это выпуклость. Значит, AE, Z. Экструдируем вверх. Видим выпуклость. Все делают по-разному, но я привык делать так. Экструдируем один раз вверх. Еще раз вверх. С. Растягиваем. Еще раз вверх. Еще раз вверх. И стягиваем. И условно получается вот такая вещь. В принципе, довольно похожая. Дальше экструдируем нашу колонну до следующей выпуклости. Можно делать подразделение сразу, можно сделать это потом. Это важно для сабдива и для текстурирования таких вещей. Здесь у нас есть какая-то накладка, что-то вроде выпуклости-накладки. Но мы можем сделать ее точно таким же образом. Делаем точно так же. И условно экструдируем дальше. Вот такими вещами можно добиться условно целой хорошей колонны. Это все сейчас я делаю как пример. Особо не заморачиваясь. Потому что если заморачиваются, уйдет много времени. Применяем модификатор Bevel 0.001 и Subdivision. Shade Smooth. Наша колонна получается более сглаженной. Естественно, из-за слишком резкой геометрии здесь получаются небольшие артефакты. Но это легко исправимо. Достаточно просто с зажатым альтом поднять немного вверх по Z. Артефактов больше нет. Таким образом мы делаем колонны. Прошу заметить, что все это я делал в режиме редактирования. То есть с самого начала, когда у нас круг был только в середине, я нажал тап и производил все операции только в этом режиме. Для чего? Для того, чтобы мы могли наложить модификатор Mirror зеркало. Для того, чтобы наша колонна появилась с другой стороны и, грубо говоря, в том же самом месте, в параллельно идущем от изначального. Таким образом нам не придется повторять эти операции еще раз. Если посмотреть на первый вариант, тут нет никаких накладок. Я особо не использовал каких-то накладок, потому что не посчитал это нужным. Но покажу на случай, если они нужны. Изначально мы можем сделать геометрию накладок. Условно здесь, как мы помним, у нас была накладка. С зажатым альтом мы нажимаем на вот эти ребра. Там, где у нас должна быть накладка. Например, вот так. Shift D. P английская. Selection. У нас появляется вырезанная скопированная часть, которая накрывает. Также это можно вырезать без скопирования. Ну, тут я, например, скопировал. Увеличиваем эту накладку до нужных нам размеров. И мы можем поступить как нам угодно. Либо наложить модификатор Solidify. Как видим, он работает не очень удачно. Да и можно попробовать засунуть его в начало наших модификаторов. Ну, в общем, я не любитель Solidify. Так вот, нажимаем Tab. У нас есть режимы отображения в режиме редактирования. Это вертексы точки. Это грани, полосочки. И фейсы, полигоны. И в режиме вертексов, например, с альтом зажимаем на нижнюю грань. E, S. И делаем, например, вот так. И сейчас у нас уже вырисовывается подобие какой-то накладки. Таким образом можно добавлять дополнительную геометрию, копировав с нашей начальной геометрией какие-то объекты. И таким образом, как можно заметить, довольно легко можно сделать такую колонну. Она уже объединена у меня в один объект. Я ее просто вытягивал вверх, делая какие-то выпуклости, какие-то вырезы. И я не привык настолько детализировать подобную архитектуру, потому что все это дело можно сделать текстурами. Но, если потребуется, также я могу детализировать такие объекты геометрии. Сейчас мы приступим к аркам. Как делаются арки? Есть множество способов, как их можно сделать. Но я решил поступить вот таким. У нас есть кривая. И к этой кривой, как мы видим, привязан объект. Он состоит из вот такого профиля. Вырисовывать подобный профиль я сейчас не буду. Я покажу просто на примере. У нас есть кубик. Заходим в режиме редактирования. Делаем, например, один надрез. Как-нибудь его сжимаем. У нас есть кубик. И после этого, что мы делаем? Добавляем кривую, без Е. Переключаемся на вид спереди, на клавишу 1. На нумпаде. Выделяю все на А. Удаляю. Беру дров кисточку и рисую. Примерную кривую. Да, получилась. Она довольно плохо, поэтому возьму вот такую кисточку. Вот. И уже получается гораздо лучше. Ну, например, это будет выглядеть вот так. Что мы делаем потом? Нажимаем на наш профиль, который мы сделали. Если кому-то интересно, профиль у него примерно такой. То есть буквально вытянул вот здесь, вытянул вот здесь. И так как я делал это из Plane, я добавил модификатор Mirror, чтобы это все дело отзеркалить, а затем соединить. Выбираем наш объект. Выбираем модификатор Curve. Выбираем кривую. Наш объект наложился на кривую примерно так, как нам надо. Если мы двигаем по X, как мы видим, мы двигаем по кривой. По Y можно отдалить от кривой. И по Z это уже смещение радиуса. Условно кривой. Затем мы добавляем Array. Кидаем его в самое начало. И, например, ставим 11. По X смещаем. Уменьшаем. Можно еще даже увеличить, я думаю, примерно на 2. Можно еще добавить 1. У нас получилась вот такая примерно арка. Мы даже сможем редактировать ее профиль. Я, например, вижу, что она слишком резкая. Затем я могу добавить модификатор Bevel. Если мы добавляем модификатор Bevel, у нас могут получиться вот такие своеобразные кирпичики. вот как мы видим. Тоже довольно прикольный эффект. Его можно использовать в подобной архитектуре. Также второй вариант, чтобы создать подобный профиль. Нажимаем на нашу кривую. Заходим вот сюда. Профиль. Добавляем глубины. И делаем абсолютно случайный профиль, который нам нужен. Различными точками можем его настроить. Сделать каким-то выпуклым, не выпуклым. Ну, если честно, я не до конца изучил действия этих точек на графике, но я думаю, если кому-то это интересно, он быстро поймет, быстро разберется, как управлять этими эффектами. Допустим, что-то такое. Можно добавить модификатор для сглаживания. У нас получается уже вот такой гладкий, красивый профиль для нашей арки. Таким образом можно сделать арку. И у нас уже условно получается, что есть колонны, есть арки. Сейчас мы перейдем к заполняющим частям, которые находятся вот здесь. Итак, начну сверху. На картинке нам не очень видно, как идут здесь кривые, что это вообще такое. Поэтому пришлось добавить воображение. И я создал вот такой кубик, состоящий из малого количества вершин. Я просто взял несколько фейсов и вот так вот перекрутил. Что я сделал потом? Потом я добавил Array. Array на 10, который делает такую небольшую цепочку. После этого я добавил Subdivision. Небольшая щель видна, но последующие модификаторы это исправят. Затем я добавил еще один Subdivision. Первый это был в режиме Simple. Второй это полное сглаживание наших вершин. Затем я добавил Simple Deform, Taper, минус 0,905. Получилась такая коля, пирамидка. Можно назвать как угодно. Собственно видим, что делает этот модификатор в таком режиме. Затем я добавил еще один Simple Deform Twist на 360 градусов. У нас получилась вот такая штучка закрученная. Ну, как мы видим, здесь эти штуки идут немного в сторону. Поэтому я взял вот эту скрученную штучку, подвинул вверх, куда мне это нужно. Развернул ее на 180 градусов. Не по Z, конечно, а по X. Теперь она смотрит вниз. Подогнал под готовые уже колоночки. Можно даже увеличить в размере. Еще подогнать. Затем я превратил... Так, давайте на всякий случай я скопирую эту вещь. Потом я это превратил в Mesh Convert Mesh. Затем я добавил еще один Simple Deform. На самом деле здесь можно выбрать абсолютно любой режим. и получится довольно красиво. Да, это был Band по Y. И вытягиваем, например, ну на 36 градусов. 36 это много, поэтому немножко уменьшу. вот таким образом подогнул, подогнал и получилась вот такая вещь. Первая она ни капли не согнута, это изначально. Вторую увеличил в размере, подогнул отсюда. Третью также увеличил в размере и подогнул еще сильнее. И так как текстурировать подобные объекты довольно сложно, а заниматься ретопологией мне не хочется, я просто сделал этот объект металлическим. Верхушка может быть абсолютно разной. И как ее делать, решать только вам. Это уже чистое воображение. Условно ее можно сделать таким образом. Экструдируем вверх. Уменьшаем. Делаем надрез. Немного перекручиваем. Сглаживаем все это дело. Затем мы можем делать какие-то подобные надрезы. Выбирать эти надрезы. И уменьшать внутрь. Это будет получаться что-то типа ткани. Верхушки у меня максимально простые. Так как и на референсе они максимально простые. Вот. Можно увидеть здесь. Затем как делать вот такую заполняющую часть. Я бы сказал это одно из самых простых занятий. На мой взгляд. Добавляем кривую. Добавляем без я. Все удаляем. Берем draw карандашик. И начинаем рисовать. Заходим в настройки нашей кривой. Убираем round. Глубина. И делаем вот такие палочки. Можем их соединять. Различным образом. Например. Уделяем два конца. Нажимаем F. Они соединились. Тут у нас есть проблема. Мы вот так ее разгибаем. Затем накладываем subdivision surface. Вот такие вещи делаются с помощью спирали. Добавляем curve. Находим curve spirals. Archimedean. Данные кривые включаются в edit preferences. Addance. И тут мы вводим что-то связанное с кривыми. Либо extra objects. Либо... Нет. Это extra objects. Выбираем количество. Сколько... Здесь мы можем выбирать разрешение нашей кривой. Количество точек. Насколько она будет много. Полигональная. Выбираем высоту. И выбираем количество наших завихрений. Например, два. Можем выбрать, например, три. И так далее. Допустим, у нас уже есть нужная нам спираль. Делаем абсолютно те же самые действия. Выбираем round. Выбираем глубину. Например, вот такую. Чтобы не было между ними просвета. И сглаживаем subdivision. У нас получается вот такая вещь. Здесь просто увеличена длина. Изначально. И на этом как бы все. Сложности выполнения подобного проекта. Изначально новичку, возможно, может быть сложно справляться с кривыми. Но хочу заметить, что достаточно добавить кривую. Добавить модификатор curve. Выбрать эту кривую. И array. Если мы делаем подобие кирпичиков. Также, если у вас что-то куда-то улетело. В какую-то другую сторону. Вы можете изменить ось. И оно встанет на свое место. То же самое с array. Когда мы делали вот эту часть. Она у нас была по x. Но, как видим. Вот эта арка уже по z. И также она экструдируется по z. Единственная проблема, которая может возникнуть. Это вот эти самые оси. И на выходе у нас получается подобный результат. Сейчас я лишнее скрою. Вот такая арка. Которую можно сделать круговой. И сделать подставку из простейшей геометрии. Даже не подставка, а пол. Можно как-то либо еще его украсить. Спасибо за просмотр. Если будут какие-то вопросы. Вы можете задать в комментариях. Или в телеграм-канале. В телеграм-канале я отвечаю гораздо чаще, чем на ютубе. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Подписывайтесь на телеграм. Подписывайтесь на Boosty. Там есть также бесплатная подписка. Выкладываю туда часто какие-то аддены для блендера. Какие-то материалы, которые я делаю сам. И делюсь со своей аудиторией. А также с другими людьми. Подписывайтесь на сам канал. Также можете посмотреть инстаграм. Спасибо за просмотр. И еще раз всех с новым годом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok